Всем привет, меня зовут Катя. Я посмотрела все видеоники с фишками разных телефонов и решила рассказать вам о смартфонах Meizu, которыми пользуюсь сама. У меня есть 18 фишек, которыми эти смартфоны отличаются от своих конкурентов. Пользуйтесь клавишей M-Touch только в качестве сканера для отпечатков пальцев, а зря. Еще она может выключать экран, открывать камеру или же запускать плеер. При включенном дисплее, долгим нажатием на клавишу M-Touch, вы можете выключить экран, нажав дважды открыть камеру. Ну а если музыка нужнее камеры, тогда замените это действие в настройках на запуск плеера. Кто-то любит раскладывать приложения по папкам, а кто-то держать все на рабочем столе. Первым пригодится фишка быстрого создания папок сразу с несколькими файлами. Не стоит переносить иконки одну за одной и кидать их в папку. Достаточно задержать палец на пустом месте вашего рабочего стола и среди предложенных вариантов выбрать выровнять. Затем кликайте на приложения, которые хотите поместить в одну папку и отправляйте на иконку последнего приложения. Поздравляем, папка успешно создана! Поблагодарим Flyme 6 за очень полезную штуку, которая позволяет вести запись экрана со звуком. Нет необходимости скачивать сторонние приложения, чтобы разъяснить что-то или показать, как настроить телефон. Виджет запись экрана находится среди других привычных нам виджетов, а созданные скринкасты вы найдете в галерее. Нет повести печальнее на свете, чем смартфон без сканера штрих-кода. Смело удаляйте сторонние приложения, в камере Meizu уже есть ваше спасение. Найти сканер несложно. Нужно зайти в камеру и среди предложенных вариантов выбираем режим сканер и наслаждаемся результатом. Надоели вертикальные или горизонтальные снимки? Постоянно обрезаете фотографии до квадрата, чтобы опубликовать в Инстаграм? Хватит тратить время. Есть решение удобное, простое, а главное быстрое. Дважды коснитесь экрана и видоискатель станет квадратным. Чтобы вернуться к обычному режиму, снова дважды коснитесь экрана. Бережем нервы. Если вам для отправки нескольких фотографий приходится тапать на каждый из файлов для отправки, Meizu предлагает вам отличное решение, как избежать этого. Достаточно выделить один из файлов долгим нажатием, а после проскользить пальцем по другим файлам, которые вам нужны. Вуаля, ваши файлы готовы к отправке. Обновленная галерея, которая доступна в Flyme 6, позволяет редактировать видео. Нет, мы не говорим о каких-то навороченных функциях, здесь только базовые. Обрезать, наложить фильтр или поиграться с темами, если хотите добавить спецэффекта вашему видео. Если же вам нужен профессиональный софт, тогда вам дорога в Google Play. Как воспользоваться? Проще простого. Заходим в галерею, выбираем нужное нам видео, нажимаем на «изменить». Играемся с видео так, как хотим. О, эти большие виджеты. Столько места тратят, а зачем? И так понятно, что играет и как переключить композицию. Если вам надоели огромные виджеты музыкального плеера, тогда эта фишка для вас. Открываем список уведомлений, делаем щипок по нему. Красиво и миниатюрно. Как раз то, что нужно. Бывает так, что нужно отправить важное сообщение, но время для отправки не подходящее. Слишком рано или слишком поздно. А может просто нужно напомнить человеку о каком-то запланированном действии. Чтобы не забыть и не тратить время на напоминание, воспользуйтесь отложенной отправкой сообщений. Для этого создайте новое сообщение. Нажмите на плюс слева от самого сообщения и выберите запланированный смс. И установите время отправки. Жаль, что смски становятся все менее актуальными. Вот бы такую функцию в мессенджеры. Свайпните снизу вверх или слева направо, в зависимости от ваших настроек. Перед вами появятся страницы запущенных приложений. Потяните одну из них вниз, чтобы вызвать микроменю. Здесь можно закрепить приложение, чтобы его нельзя было случайно закрыть или заблюрить экран, чтобы скрыть информацию от посторонних. У вас есть дети? Поздравляю и сочувствую смартфону. Батарея всегда на исходе, на телефоне куча лишних приложений, а внимание ребенка только в смартфоне. Мезо предлагает сэкономить на сторонних программах родительского контроля и встроила детский режим в свою оболочку. С его помощью вы можете установить лимит использования, например, 30 минут в день, блокировку при низком заряде, как раз то, что нужно, и выбрать приложение, которым у ребенка будет доступ. И, конечно же, вы можете установить запрет на платежи. Отличная экономия денег и зарядки телефона. Для настоящих игроманов, которых раздражают постоянные уведомления от мессенджеров, приготовлен особенный подарок в виде игрового режима. Его преимущество сложно переоценить. Вы можете улучшить производительность в играх, отключить эмбэк и жесты, которые вам ну просто ни к чему. И пусть ничто не отвлекает во время важного боя. Вы все еще перекидываете файлы с телефона на ПК через сторонние программы? Или этого хуже? Подключаете телефон к компьютеру через шнур? Не издевайтесь над своим смартфоном. 21 век на дворе. Включите удаленный доступ. Для управления файлами с ПК достаточно зайти в настройки, выбрать папку «Проводник», выбрать «Удаленное управление» и включить его. Введите указанный адрес в строку проводника Windows или любого файлового менеджера и наслаждайтесь удаленным доступом. Отмечу, что эта функция работает только если компьютер и смартфон подключены к одной Wi-Fi-сети. А вы знали, что совершенно не обязательно постоянно нажимать на экран смартфона, чтобы остановить время в секундомере? Например, если вы спортсмен и вам часто нужно засекать время упражнений и отдыха, но надоедает постоянно доставать свой мезу и прятать его, вам эта фишка определенно понравится. Запустив секундомер, смело прячьте телефон. Теперь, чтобы отсечь интервал, достаточно нажать на клавиши громкости. Работает и с наушниками. Удобно же! Не всегда удобно принимать вызов с помощью свайпа вправо. Например, когда едешь в транспорте, где полным-полно людей. Или когда на улице мороз, а ты в перчатках. Не очень актуально сейчас, но на будущее пригодится. Проблема решена с помощью клавиши громкости. Кто-то позвонил? Нажимайте ее и общайтесь сколько душе угодно. Хватит! Хватит искать нужный контакт, настройку или приложение среди десятков других. Тем более, что для этого существует специальный поиск. Очень удобная штука, особенно если у вас очень много контактов и приложений, а среди них найти нужные всегда проблематично. Чтобы найти то, что вам нужно, свайпните снизу вверх и начните вводить название. Телефон сразу предложит вам варианты. Вы также можете выбрать, в чем искать. Это могут быть частые запросы, приложения, контакты, сообщения, настройки или поиск в сети. Признавайтесь, есть что скрывать от всевидящего ока родителей, вторых половинок, друзей или просто людей, которые случайным или не случайным образом могут получить доступ к вашему смартфону? Конечно же есть! Воспользуйтесь хранилищем, оно тщательно скрыто под семью замками, паролем или отпечатком пальца. Попасть в хранилище можно из проводника. Далее устанавливаем пароль или вводим существующий и радуемся. Шаг на обережение – скрыть само хранилище от посторонних глаз в настройках. Теперь, чтобы попасть в хранилище, нужно просто дважды тапнуть по экрану. Добавить туда можно любой файл через меню. И напоследок, настоящее спасение для тех, кто часто меняет смартфоны и любит, чтобы все и всегда было под рукой – облако Flyme. Сюда автоматически выгружаются контакты, сообщения, заметки и журналы вызовов. Очень удобно с его помощью переезжать на новый смартфон, если это, конечно же, новый Meizu. Чтобы получить доступ к облаку, достаточно зарегистрировать учетную запись. Также с помощью этого сервиса можно искать свой телефон или блокировать его удаленно. Человек, который одолжил у вас смартфон, увидит на экране только стандартные приложения, если у него все-таки получилось открыть рабочий стол. Но если у вас стоит пароль или отпечаток пальца, то воришке будет не так уж и просто сбросить настройки телефона. Даже перепрошивки будет недостаточно. Смартфон все еще можно будет отследить удаленно. Расскажите, какими фишками пользуетесь вы и какие хотели бы видеть в стандартном андроиде. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok